Ребята, всем привет! Готовим очередную распаковку для вас. Уже не так много осталось всей распаковки коробок, которую мы привезли с нашего юнита. Сейчас мы понимаем, что нам, наверное, действительно повезло, потому что наш юнит был чистый. Много коробок, да, и в них не грязная обувь, не грязная одежда, а музыкальные шкатулки, предметы красоты, которые, в принципе, интересно и приятно рассматривать и распаковывать. Надеюсь, и вам интересно смотреть на эту красоту. Я уже подготовила несколько ящиков под стол, там вот за мной есть толстая, по которым мы распаковываем. Постала несколько коробок. Ярослав не знает, что там. Я знаю. Я немножко все-таки поперебирала, пересортировала их, совсем мусор уже не ложила, для того, чтобы видео было более интересное. Вот. Наверное, вот еще сегодня мы распакуем, и, возможно, будет еще к сбору дружина серия с разными там музыкальными шкатулками. Там, наверное, будем переходить уже к сортировке, перебиранию игрушек музыкальных, не только рождественской тематики. Мне так кажется, что еще на серии 2 тоже затянется. Но мы постараемся это брать для вас самое интересное, показать, чтобы не потерять ваше внимание. Что еще хочу рассказать. Наш юнит уже, как мы уже говорили, окупился. Где-то около 600 долларов ушли на расходы. Покупка юнита, который стоил 330 с комиссией, получился 400. Плюс около 200 долларов нам обошелся аренда грузовика на сутки. И с учетом уже поступивших денег за минусом комиссии ТБ, уже, в принципе, чистой прибыли где-то 1300. Начала я заниматься инвентаризацией всего того, что мы уже распаковали. Начала пересортировку по коробкам. Может, чуть позже покажу. Может, туда попадет то, что мы не показывали в распаковке. Потому что, да, есть такие вещи, которые мы не показывали. Потому что они были в каких-то коробках совсем других. И, ну, не все мы можем показывать. Показываем самое интересное и крупное. Возможно, то, что мы не показали в распаковке, но оно будет продано в ближайшем времени. Мы тогда можем снять, если хотите, и показать то, что не показывали. Ну, вот, наверное, пока как-то так. А распаковку уже будем делать вместе с Ярославом. Если вы еще не подписались уже, то самое время подписаться. Потому что уже сегодня восьмая серия одного и того же сериала. Вот. И для того, чтобы не пропустить конец этого сериала, тоже нужно подписаться, нажать колокольчик, чтобы пришло вам уведомление. Вот. А теперь всем приятного просмотра. По всем выставленным товарам я веду табличку в Excel. И сейчас вот притащила сюда все ящики, их подписала. И в табличке этой возле каждого наименования я уже пишу буквочку, которая есть на ящичке. Для того, чтобы было легче потом все это искать. Короче, все перебрала, пересортировала. И сейчас немножко вам расскажу, что у нас все-таки есть. Здесь у нас ящик все призрак оперы, который мы, в принципе, распаковывали в предыдущей серии. Может быть, там что-то мы нашли потом в другом ящичке. Сверху у нас ящик, там, сувениры. Это такие вот керамические штучки всякие. Вот. Снизу, не помню, что здесь у меня куклы. Это диснеевские куклы у нас. И мадам Александра. Немножко тоже, наверное, упоминала про них. Там игрушки, наверное, мягкие игрушки, да. Здесь у нас просто всякие музыкальные боксы. Здесь фигурки. Фигурки, получается, Варкрафт. Доктор, кто? О, там, так и всякая ерунда. Здесь у меня собачки, часы и подставки. В том нижнем ящике у меня игры там Монополии, какие-то тоже настольные игры. Вот тот нижний ящик, это там шкатулки Гарри Поттера, диснеевская шкатулка. Вот в этом ящике мелочевка по Микки Маусу. Наверное, мы их не показывали, потому что там такие вот какие-то пырелочки, что-то такое. Кружки, наверное, показывали. А вот в гараже там я еще где-то в каких-то коробках видела Микки Мауса. И, наверное, когда мы уже полностью распакуем, я, наверное, как-то пересортирую и, может, сфоткую одним лотом поставлю. Всем привет! Мы продолжаем распаковывать коробки. Сегодня мы начинаем с больших... Ох! Это две последние большие. Больше таких нету. Больше таких нету. И на этикетке написано «Скарлетта Харра в красном платье, 19 грн.» Ага. У нас открываются, как положено, в большой коробке. Так, что тут у нас? У нас тут какие-то инструкции приклеенные. Мне надо две батарейки. А, ну и да, то есть после того, как звук закончится, можно хлопнуть в ладоши и тогда... Теперь открываю, я возьму батарейку. Работеный салат не падает. Я поломала скотч один. Ой, слушай, первый раз такой. Держи. Первый раз вижу такую вот эту упаковку. Ну да, обычно уже этот пенопласт на всю высоту. Как-то загадочно так. Это на голову только и на ноги отделить. Но она похожа на ногу или уже как раз клееную? Да, клееная. Однозначно, клееная. Если оно будет все целое, я предлагаю делать паузы и фотографировать, чтобы как раз потом не открывать и не закрывать коробки. Да, согласен. Красивая штука. Так, сейчас мы уберем пенопласт. Так, вот она. В красных перчатках. Декольте. Все на месте вроде бы. На первый взгляд, да. Красная тут шерсть. Чего? Ну, а что? Это же не перья, это шерсть. Какая-то на плаще. Так. Так, шерсть и перья. Может, перья? Может, и перья. Кнопка, наверное, была не выключена. Волосы интересно сделаны, покажи. Там что, детоны сделали красивые или что такое четкое? Так вот, музыка крутит очень громко. Это вот о чем я говорил, что... Тут как-то неуверенно ходит выключатель. О чем я говорил, что вот эта вот музыка, которая как запись, она какого-то непонятного качества. В этом плане музыкальная шкатулочка, она приятнее звучит. Но это как такое дополнение, что она может чего-то орать. А сама статуэтка красивая. Да, статуэтка красивая для любителей и ценителей фильма «Унесенные ветром». В принципе, классный подарок. Так, ну-ка, вторую паузу. Фоткаем, сразу прячем. Или вторую-то, да. Нет, наверное, давай паузу фоткаем и прячем, да. Следующая коробка – это у нас статуэтка Глинды. Что бы это ни значило. Это с этой, из волшебника Транеоз. Транеоз. Тут уже коробка без клапана. Тебе шамочки какие-то? Ну что-то тут написано. А, цена не написана, только то, что это Сан-Франциско Music Box. Давай я помогу. Да, мы будем надеяться належи кверху лицу. Да. А, да. Тоже красиво. Так, немножко сломался фильм от власт. Фея. Непонятно, с какой стороны. Я хотел сказать, непонятно, с какой стороны за нее браться, но нашел. Красиво. Вот у этого Сан-Франциско Music Box очень красивые черты лица у фигурок. И детали очень красиво вырезаны. Ну вот, немножко эти какой-нибудь типа. Ну не надо. Это проволочки их, потом можно отогнуть, как тебе нравится. Да, красивое такое пышное платье. Тоже болтает. С большой феей разобрались. Теперь коробка тоже большая, но в ней, наверное, всякая разная. Всякая мелочь. И даже я не могу сказать, что лучше, мелочь, либо большая кукла. Потому что большую куклу продал, ну и все. И она, наверное, дорогая будет. Теоретически. Но ее отправлять тяжело. А мелочи зачастую продаются, может быть, лучше, но одна из десяти. Поэтому непонятно. И мы начинаем с доктора кто? Такого у нас еще не было. Двенадцатый доктор. Я не смотрел это все. Я не знаю, что это. Но какой-то из докторов продался. За него благодарили. А какой-то другой висит. Два висит. Два висит. Даже не знаю, что такое интересное. Это, я так понимаю... Ну, то есть мяч, как стакан. И тут кубики, но кубики с такими цифрами. А, ну это какая-то игра. Ну, то есть, наверное, по очереди выбрасывать кубики. Используя мяч, как стакан для перемешивания этих кубиков. Сан-Франциско Music Box. Уже такая знакомая нам круглая шкатулка. А из какой у нас серии? Из серии, унесенная ветром. Дорогой оператор, дайте мне, пожалуйста, перчатки. Спасибо за перчатки. Такая наша тринкет-бокс, коробка для мелочей. О, что там гремит? Ну, там гремит, скорее всего, какая-то штучка, которая... Поломалась. Голова. Голова отломанная, да. То есть, девочка красивая, голова отломанная. На медаляночках фотографии. Пока до кого-нибудь доедет, голова отвалится. Сами клеит. Или нападет кто-нибудь на запчасти. Может, у кого-нибудь есть механизм. Кукла есть, а механизм не работает. Поменяют и все. Механизм тоже дребезжит. Тоже тринкет-бокс, шкатулка для мелочей, джемима. Кто такая джемима? Я не знаю. Ну, ее сейчас, наверное, увидим на шкатулке. Если она целая. Если тут что-то немножко целое. Но шкатулочка совсем маленькая. Таких мы еще не видели. Уже без пенопласта. Кошки, наверное, это мюзикл кошки. Здесь вот у нас девочка, кошка. Ага. Но тут ломаться нечему. Тут просто крышка, стаканчик. Ого, 30 долларов. И механизм. Даже не знаю, как лучше звучит. Так? Так, более дребезжащий звук. Крышка не прилегает плотно. И она от звука звенит. Так приятнее. Так, очередная статуэтка. Аккуратно замотанная, но... И что-то отломано. Что-то отломано. Может быть, собственно, кот. Пальцы у нее целые. Мне сразу показалось пальцы. А! Ну что отломано? Вот нога. А, вот она. Собственно. А зачем она? А, вон она. Ворочается? Да, то есть, вот смотри, хвост, нога. Вот это вот все отбито. Ну, опять же, наверное, фанату это можно все приклеить. Механизм есть там? Механизм там есть. Оценник? Тоже есть? Нет, тут какие-то странные надписи. Все, что угодно, кроме цены. Какая-то надпись сэмпл. Мы уже так встречали на такого рода этикетках. И у нас открылась еще одна серия игрушек. Кошки. Кошки. И та же самая мелодия. Следующая наша находка. Распакованно надевает. Шар. Water globe. Коты. Шар такой, ну, чистенький, как будто бы. Светится. Ты что знаешь? Ну да, блестки, блестки крутятся, светятся. Вроде бы все работает, да? Все новое вроде. Кажется, да. Ну то есть... И дно немножко по-поднакомить с этой такой. А, да. Да, да, да. Ну вот так вот хорошо будет видно. Вот оно немножко. Отклеившееся дно. Но при этом пузыря нету. Мусора почти нет. Это я вот одну там штуку такую случайно заметил. А так в целом оно такое достаточно все прозрачное. Да, немножко смещенная эта штука. Ну такой, в принципе, шар простой. Снизу он просто рисунки. Фигурки приятные. Фигурки целые, да. Вроде целые. Фигурки целые, да. Но оно немножко смещенное. Долларов за 15 выставим. Что у тебя? Следующий экспонат. Я так понимаю, это тоже унесенная ветром. Она же Скарлетт. В платье библиотекарши. Ну, на первый взгляд, все целое. Такой у нее тут пояс. Ценник 45. Был когда-то. Следующая статуэтка без руки. И что-то у нее было на спине. То есть, какая-то такая интересная девушка. Что у нас тут написано? Тут отломано все тоже. Ага, и здесь листья отломаны. Такие вот мелкая такая лепка красивая. В поиске звезд. Ценник 33 доллара. Как-то очень много, конечно, всего отсутствует. Что-то на спине. Я даже не могу придумать, что у нее было на спине. Крылья. Да, понимаешь как? Тут вот такая вот у нее поза. Как будто бы на самом деле она лежит на спине. У нее вот волосы на земле лежат. То есть, ну, на самом деле ее положение вот такое. Вот она смотрит на звезды. Ну, просто ее вот поставили вот так. А здесь что-то еще было, наверное, на чем она лежит. Ну, как будто мне вот так вот представляется. Просто с другой стороны. Но я не знаю, как это еще представить. Как тут еще... Что тут? Как тут можно смотреть на звезды? Что аж волосы вот так вот вверх? Я не знаю. Но я не знаю. За пятерочку выставим. Просто... Ну, просто потому что симпатичная штука. Так, у нас опять кошки. Наверное, это кот. Ну, кот вроде бы все при нем. Все на месте, все целое. Кот, кот, кот. Ценник есть? Ценника нет. Какие-то размерчики. Ну, игра и целый. Так, конечно, распаковал. Потом и запаковывался. Мы распаковали шкаф. Такой шкафчик. Человечек. Человечек. Как будто он был приклеен, но при этом у него внизу что-то написано. И у человечка есть место. И это сейчас мы разберемся, как это все дело заводится. Шкаф. В шкафчике ящик. Раз, ящик два. И это у нас... Механизм. Заводится механизм. А здесь у нас... Что-то у нас как-то неустойчиво здесь все. То есть, вот эта вот штучка... Она крутится, но с ней что-то не так. Она вон болтается. Так, мы немножко покрутили. Там оказалась просто левая резьба под этой подставкой. Мальчик просто стоит. То есть, его тут можно подвинуть, поравнять. Может быть, он должен быть немножко приклеен. Ну, вот такая статуэтка. Крутится на подставке. Музыку, опять же, если узнаете, напишите, пожалуйста, в комментариях. А у мальчика... Что это у нас за мальчик? Ну, это не маленький принц, потому что он с каким-то корабликом. И на платке у него написано «Дорогой Бог, будь хороший ко мне». А море такое широкое, а моя лодка такая маленькая. А на обратной стороне есть в коробочке там что-нибудь? Письмена какие-нибудь? Ай-яй-яй-яй. Вы знаете, мы находили какие-то письмена. Привет, Галыгину. Значит, музыка «Иисус любит меня» или это статуэтка называется «Иисус любит меня». И цена 35 долларов. Фаундейшнс. А, да, сделанная «Энеско Групп». «Энеско» у нас было, по-моему, диснеевские статуэтки «Энеско». И еще что-то, по-моему, было, наверное. Идем дальше. Доктор кто? Другой доктор. Я здесь... Наружная поломана, но внутри там еще двойной блистер. У него вот статуэтка какой-то, кубик с механизмом, еще дополнительная голова, еще сзади там что-то какая-то, не знаю что. Такие около 50 долларов новые стоят. А, это просто проволочка, к которой он привязан. Да, будем выставлять. Дальше идет всякая мелочевка в пакетике. Термометр. Двойная шкала. Собака. Боксер, кажется, да. Ничего, да, боксер. Боксерский термометр. И боксерский термометр у нас, по-моему, в двух экземплярах. Да, это тот же самый боксер. Я его даже разворачивать пока не буду. Здесь какие-то... Не хочется мне распаковывать потом. Что-то с Микки Маусом связано, какие-то вот такие вот дощечечки вырезанные. А здесь что-то связанное с собаками. Какой-то коврик, что-то открытый. Коврик, открытый, что-то еще такое. Будет что-то интересное, покажем потом. Потому что распаковывать и фотографировать будем. Дальше коробки. Вот такие вот фигурки. Я не вникал никогда, но в магазинах таких вот такого плана очень много. То есть фигурка из фильма сделана вот в таком вот стиле. Это у нас Джейсон Ворхис. Ценник есть. Не знаю, что это за кино. Ценник есть 12 долларов. За десятку можно выставлять. Такого же плана Фредди Крюгер. Ну, это вот уже понятнее фигурка. На нем ценник тоже 12 долларов. Но его, мне кажется, за 12 можно и выставить. Посмотрим, за сколько такие продавались. Конечно, посмотрим, за сколько продавались. В Сан-Франциско Music Box Pink Campeg. Такие подарочные вещи лучше не трогать. Тем более там еще висит этот этикеточка какая-то. Ну, да, чтобы не оставлять отпечатки, жир. Оно еще открывается. Очевидно, где клей. Это бумажка. Вот тут. Это бумажка. Ну, ладно, у нас бумажка. Шкатулочка получается. Да, упаковочная бумажка. И там я даже не буду ссувать палец. Там аккуратненько сложено ткань. Красиво. Мне кажется, даме какой-нибудь подарок. Все целое, да. Может, это дама, или я? Медальончик. Может быть, и ты медальончик дамы с как будто бы бриллиантовой сережкой. Вот часть розовенькая. И вот эта вот часть. Она такая полупрозрачная. Но это еще и музыкальная шкатулка. Давайте я ее попробую завести. Ну, классная такая. Красивая, конечно. Это уже поинтереснее. Раскроем вам небольшой секрет. У нас есть, возможно, еще несколько всяких разных яиц. Мы туда просто еще не залазили. Следующая коробка. Уолд Дисней, шоу-кейс. Дорогие моменты. Мальчик с Дональдом Даком. Музыкальный водяной шар. Играет 12 дней Рождества. Ну, вот уже началась опять попадаться Рождественская. Скоро Рождество. Да? Скоро будет... 19 августа. Скоро Рождество. Скоро будет распаковка только Рождественская. Интересная коробка. Здесь как будто был ценник. Со штрих-кодом? Не знаю, с чем. Но его почему-то вырезали вот прям с мясом. Так, ну, этот шар сразу уже видно с пузыриком. Так, в принципе, все такое достаточно миленькое. Цельник здесь есть внизу. 35. Красный причем. Какой-то просто наклеенный. Красный, да. От руки написанный. Состав. Дистиллированная вода. Пропилен-гликор. Сан-Франциско Мюзик-бокс. Водяной шар. Волшебный. Мистический, магический дракон против рыцаря. Играет симфонию Бетхобена номер пять. Последняя коробка из этой коробки. Вообще такой, не видели мы такого же дизайна. Но написано Flavia Milano. Что это итальянское. В коробке у нас еще одна коробка. Бархатистая. Пожалуй, я надену все-таки еще раз перчатки. Какой? Это похоже. Опять какой-то шар. Шар. Ну, наверное, елочный. Подержим, чтобы он не шатался, а то он не видно в камеру. Здесь у нас сфинкс. На фоне черной пирамиды. Среди пальм. Внизу травка. Назначения нету, да? Нет, не написано, что это елочное украшение. Прямо, ну вот. Попробуем, может быть, потом перевести. Может быть, нет. Я бы такое не вешала на елку. Ну да. Еще такой коробочке. Ну, на коробочке у нас больше ничего нет. Коробочка такая. Станта просто пенопласт. Но вот как красиво здесь лежит эта все ткань. Это очень интересно. Будем фотографироваться? Да, давай. С подстава мы достаем следующую коробку с коробками. Здесь уже всяческие мелочи. Еще мы начнем с беленького, синенького или с красненького? Давай с синенького посмотрим, чтоб синенький. Есть подозрение, что это будет новогодняя тематика. Это яйца. Не знаю, насколько оно новогоднее. Давай откроем несколько штук. Разного цвета коробок? Разного цвета коробок. Ой. Яйцо в другом, в другой ориентации. Здесь упаковка попроще. Чуть-чуть. Но не менее интересная. А здесь что? Библейская тема. Библейская уже тема. Ага, ну да. То есть это сверху вот человечек с нимбом, ангелочек. Но это уже как будто что-то подвесное. А нет, тоже музыкальная шкатулка. А на коробке у нас ничего. Ну это уже к Рождеству такие вот любят всякие украинские операции ставить. И это рождественская тематика. Рождественскую тематику мы, пожалуй, оставим для следующей серии. А вот эти вот, два яйца как минимум, откроем, посмотрим. Яйцо на бархатистой подставке. Сзади на яйце крест. Спереди яйцо, похоже, открывается. И тут у нас... Что у нас тут? Кто это? Дева Мария? Почему-то у него под ногами голова ребёнка. А, не только голова, он её на руках держит. Ну ладно. Я же забыл самое главное. Это ещё и... Я уже не буду сейчас сильно её доставать. Играет вроде. Что-то играет, да. А это какое-то музыкальное компани? Мы не знаем. По-моему, там ничего снизу не было. Да, там просто такое бархатистое... Ещё одно яйцо с сердечками. Ну, опять, такие-то, как крестики какие-то. Тут он какой-то... Этикеточка. Музыкальная шкатулка. Это, видимо, под кольца, я так предполагаю. Ага, и вот тут ещё открывается. Ну, интересно. Ну, это уже просто... Здесь такое мягкое. А, ну, вот здесь вот как будто бы там серёжка или кольца вставляется. Да, вот такое-нибудь. Это уже не новогоднее, не библейское. Просто мобилированное шкатулёжение вот яйцо такое. Я думаю, под сердечком там всякие ожерелья можно туда вложить. Ну, да, ну, что-то маленькое. Ну, то яйцо, которое сдам, нам не больше нравится. Чего-то. Согласен. Вот, наверное, мы на этом видео закончим. Оставим вот эту коробку, наверное, в следующий раз. Да. Всё. С разнообразными яйцами. Всем спасибо. Оставайтесь с нами. Комментируйте, подписывайтесь, ставьте лайки. Делитесь видео в соцсетях. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok